Все равно женой моей будешь, говорил он своей возлюбленной. Да вот только редко кто слова его воспринимал всерьез. Тем еще шутником в юности был Шейхразе Фатихович. Да и девушка резко отвечала, вот еще не дождешься. Только судьбе угодно было иначе. Полюбили друг друга, да сыграли свадьбу, воспитали пятерых детей, всю жизнь помогали друг другу. Нынешний свой день рождения впервые отмечает Фейхразе Резванов без супруги. Недавно ее не стало. Зато приехали внуки, правнуки, гордость и богатство дедушки. Наш отец замечательный человек. С ним все можно решать, все можно делать. Он только нас воспитал, работать, учиться и детей своих также воспитать. Самое главное здоровье. Мы только хотим здоровья. Еще дальше с нами, чтобы было. И самое главное здоровье. Ну он у нас очень рассудительный, очень спокойный. Больше всего меня впечатляло то, что он мастер по дереву. И вот его такая вот усидчивость, умение делать потрясающие вещи. И трудолюбивый, ну он был очень трудолюбивый, есть очень трудолюбивый человек. Сейчас, конечно, жаль, что он это уже делать не может, уже очень взрослый. Но это всегда очень впечатляло, действительно. Мы его очень уважаем. И получается, что бабушка и дедушка, два человека, и после них вот такое огромное количество детей и внуков. Это, конечно, впечатляет, и это для нас пример, и я надеюсь и верю, что и мы таким мы будем. Жаль, что нечасто получается собраться вместе большой семьей, и родные живут в разных городах. Но сегодня повод не просто торжественный. Любимый дедушка Шейхразы отмечает 90-летие. Поздравить ветерана с юбилеем приехал и руководитель исполкома района Марат Герфанов. Таких героев, таких великих людей в нашем районе, к сожалению, не очень много. Но сегодня вы действительно пример для нас, для того, чтобы как нужно жить, как нужно трудиться. Это открытка от нашего главы армейского муниципального района, царя Хламазита Хадиповича. И из Кремля поздравления, мы уж не вскрывали, но, видимо, от президента. С днём рождения, ваш праздник. Крепкого здоровья. А ведь однажды родные простились с ним. Уйдя на войну в 43-м году, он пропал без вести. Не знали близкие, что получил солдат на войне ранения и демобилизовался. После чего долгое время пробыл в госпитале в Уфе. Когда вернулся домой, радости семьи не было предела. Ведь они почти потеряли надежду увидеть бойца живым. Но знает в родном камыз могилу Шейхразы и Резванова не только как ветерана войны, но и как мастера на все руки. Бывало, и починит, и построит, и наладит. Сейчас ловкость уже не та, но трудолюбие прежнее. Ведь именно в труде, говорит ветеран, секрет его долголетия. Трудолюбивым нужно быть, работящим, старательным. Спасибо руководителям, что не забыли. Сейчас больше всего хочется, чтобы не было войны, чтобы был мир. В этой семье о войне наслышан каждый от мала до велика из рассказов дедушки, который видел войну своими глазами. Именно потому он безмерно ценит каждую минуту, прожитую под мирным небом.